На совместном заседании антитеррористической комиссии района и оперативной группы муниципального образования МВД России Кашихабльский были обсуждены вопросы безопасности жителей района при проведении Дня Знаний и Единого Дня Голосования. Вопросы безопасности детей и взрослых в День Знаний – приоритет. О подготовке к этому важному мероприятию рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка муниципального отдела МВД России Руслан Хуажев. Всем нам известно, что 1 сентября 2012 года в школах Кашихабльского района планируется проверить день и мероприятий, приуроченных к Дню Знаний. Естественно, в этих мероприятиях будут принимать участие как учащиеся, так и их родители, приглашенные, а также педагогический состав. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территориях образовательных учреждений нами разработан план на оперативно-профилактических мероприятий, который утвержден соответствующим нормативно-правовым актом. В плане обеспечения общественного порядка будет предусмотрен пункт, согласно которому будет произведен расчет сил и средств. Мы на каждое образовательное учреждение планируем по два сотрудника задействовать. В определенном случае осложнение оперативной обстановки, резерв, который будет располагаться в здании муниципального отдела, межмуниципального отдела. В продолжение темы выступила заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от стола 08-19 года номер 1006 об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов территорий Министерства просвещения Российской Федерации и объектов территорий, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов территории. С изменениями от марта 2022 года Управление образования образовательного учреждения проведена работа во исполнении распоряжения главы муниципального образования Кашкабовский район от 1 июня 2022 года номер 127-R об обеспечении комплексной безопасности образовательных учреждений Кашкабовского района, комиссии по обследованию и категорированию объектов территории образовательных учреждений, в состав которой входили и начальник Управления образования Осядка Митана Берзегова, а также главный специалист Управления образования Скохов Артур Ахметович, проведена работа, в результате которой комиссии из 29 объектов образования, 28 переведены с третьей категории на четвертую, а один объект, это первая школа, значит остался на третьей категории. Обновлены паспорта безопасности, также состоялась приемка образовательных учреждений всех типов к началу нового учебного года. В ходе приемки, конечно, у нас были выявлены недостатки, это значит были замечания по тревожным кнопкам, были замечания по ведению журналов, на сегодня эти замечания устранены. Все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения, оповещения, автоматической пожарной сигнализации. Все объекты системы образования района охраняются круглосуточно, охрану осуществляют частные охранные предприятия Альфа-безопасность. Усилен пропускной режим, исключен несанкционированный проход по сторонам лиц на территории образовательных учреждений. Во всех общеобразовательных учреждениях охрана обеспечена ручными металлоискателями, а в первой школе имеется и стационарный. Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования выступила председатель территориальной избирательной комиссии района Зарима Гурижева. Позвольте в начале выступления проинформировать вас об избирательных кампаниях в единый день голосования. На территории Кашхабовского района проводятся выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабовский район по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Также проводятся выборы депутатов сельских поселений района. Всего выдвинуто 362 кандидата, 6 партий, из них самовыдвиженцев 20 человек. Подготовку и проведение выборов будут осуществлять 22 участковые избирательные комиссии и территориальная избирательная комиссия, всего 184 человека. В отношении всех кандидатов в соответствии с требованиями избирательного законодательства была проведена проверка на причастность к деятельности экстремистских организаций или иностранных агентов. По данным Минюста Республики, ни один из кандидатов не стоит в организациях, осуществляющих на территории Российской Федерации экстремистскую деятельность. Зарема Юрьевна подчеркнула, что практически все избирательные участки готовы к проведению выборной кампании. Осталось лишь осуществить комплекс дополнительных мероприятий в целях недопущения чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей. Завершая заседание, члены комиссии обозначили основные направления своей деятельности по обеспечению безопасности на территории муниципалитета.